Он уже находится в респреденции Алушкинской. У нас есть Большая Ялта, есть Большая Алушка. Так вот, Гурзул является уже практически завершением Большой Ялты. С левой стороны мы с вами проезжаем центральный пункт Анатолий Гурзулский, в котором мы отдыхаем. Ну и мы с вами территориально выезжаем из поселка Гурзул, что в переводе с тюркского обозначает «горная долина» или «долина среди гор». Наш поселочек, первые жители заполняли, это были тавры, что доказывает раскопки, которые здесь находили. С левой стороны у нас находится река Абунда, протяженность ее 9 километров. Она свое берет начало от горы Абунда, она будет сейчас мелькать прямо перед нами, вершинкой этой горы, и впадает она в Черное море. Она у нас проходит на территории санатория, она выходит каждое утро, в обед и вечером, и через нее проходите, путешествуя в столовую. Территориально Гурзул находится 100 километров от столицы Крыма, от города Симферополя. В городе Симферополь расшифровывается от слова «симфус» – «собиратель». Так и есть, если задуматься, то посмотрите, аэропорт, ЖД-вокзалы, автовокзалы, все приводят сначала в Симферополь, оттуда уже люди собираются и отправляются на все свои уютные места для орбита. И, конечно же, мы находимся еще и в столице Южного берега Крыма, так мы именуем нашу Ялточку, потому что территориально она находится практически посередине Южного берега Крыма, и находимся мы от нее всего лишь 15 километров. Сейчас это современный поселочек, поселок современного типа, численность местного населения – 9000 человек. Ну, в летнее время и в уродное время вы понимаете, что эта численность увеличивается, удваивается и даже может и удваиваться. Поселочек мы можем наш поделить на четыре части. Первую часть с него занимает Международный детский центр «Артек». В 1925 году впервые под Аюдагом образовались палаточные городки. Которые переросли уже на данный момент в Международный детский центр. Это большие бетонные здания, корпуса для отдыха детей. На данный момент он принимает 3000 детей. Там ведутся реконструкции и обещают, что будет принимать около 5000 детей за один заезд. Это первая часть, которая занимает наш поселочек. Вторую часть мы отдаем, конечно, нашей набережной, на которой уютно расположились санаторий «Бурзовский», санаторий «Кушкино» и санаторий «Спутин». Гуляя по набережной, вы, наверное, видели визитную карточку «Бурзуфа». Это скалы-близнецы Адалар. Да, высота одной скалы 37 метров на уровне моря, большой 47. Это скала, которая находится к нам поближе. Ее можно будет наблюдать в окнах, которые мы видим сейчас на южнобережное шоссе. На ней раньше находился ресторан «Венеция». На самом деле там стояли столики. И люди могли себе позволить прийти, заказать рыбку, которая водится в Черном море, ее испробовать. И сразу же при них ее и готовили. Барабулька. Барабулька, ставлитка. Да, да, да. Все правильно. Ну, мы с вами разделили. Нет, подъезжали туда на лодочках, подвозили людей. И прямо на камушек выходили. И туда природой была сделана лестница. Где-то что-то подтесали. Ну, а на самом деле скала – это сделано все природой. Да, туда можно пробраться, но в летнее время, если вы арендуете катамаран или котеночек. Ну, мы с вами разобрали две части нашего поселка. Третья часть, если вы еще не гуляли, то не можете. Вот мы с вами выезжали из древнего уже грузуфа, да, где восточные оборота. Вы заметили одноэтажные маленькие здания. Это древний наш поселок. Ну, и, конечно, четвертую часть мы отдаем изменимой современности. Это постройки 80-х, 90-х годов. И, конечно, уже постройки 21-го века, которые мы уже видим с правой стороны. Ну, вот мы разделили наш поселочек. И с левой стороны, возле нашего поселочка, хорошо, уютно расположились сейчас виноградники. Их можно просмотреть. В левую окна нашего автобуса будут задебельгать на винограднике. Сейчас будем. Так вот, это виноградники. Находятся в поселочке Краснокамерка. Это вот знаменитый поселок, а знаменитый вот вино Масса. Конечно, все верно. Писка белой красного камера. Только здесь прорастает это знамятое вино, которое заняло статус лучшего вино мира. Только здесь получается собрать обузка и сделать из него, которое самое депутилованное вино. Ну, а с правой стороны мы можем также сейчас любоваться нашим поселочком. Современный постройки, если не строится. 21 века, да, как мы говорили. Ну и вот, конечно же, виднеется еще один наш достойный, внимание, объект. Это гора Аюдак. Глядя на нее, можно сказать, что она покрыта густарником. Но на самом деле, это обычный, пустой крымский лес. Сейчас вот с правой стороны, внимание, стела Артека. И это центральный спуск уже хрустит ротом в несколько центров Артека. Так вот, Аюдак, это не состоявшийся вулкан, который пытался из земли поднять свою ванну. Но у него, наверное, не хватило сил, хватило поднять и застыть вот в такой форме. Тогда у нас уже спустят экскурсии. Пожелательно, Наташина, можете организоваться, организоваться. Открывается красивый вид на грузовке. Да и вообще, да, не уж не пили. Из этой математической породы. Что-то есть у нас из Москвы? Да, есть, есть. Вы знаете, станция Медведкова есть у вас такая? Так вот, станция Медведкова полностью сделана из Аюдака, то есть из породы, которая находится на Аюдаке. Отсюда брали этот камень, обрабатывали и полностью оформляли станцию Медведкова. Так что вот так вот сейчас на велитая франь. Вроде как и невзрачно, но на самом деле это несостаившийся вулкан. Вулкан этот, ученые установили извержение, уже никакого не сможет никогда сделать. То есть снизу, конечно же, проходят тектонические плиты, но извержение он не сделает. Он у нас еще является таким подсказчиком погоды. Если говорят, что Мишка надел шапку, то есть туман зашел на него и сверху стоит на нем, то значит ждем похолодания. Еще он у нас является, делит нас от Алгушты. То есть мы с вами видим, мы покидаем с вами большую Ялту, с левой стороны Стелла, Ялтинская, а с правой стороны к нам попкой повернулся Мишка. И после него уже начинается большая Алгушта, в подножье которой находится поселок Тарк-Негиде, куда мы с вами едем. А вот сейчас направо уходит дорога, прямо еще два километра, и мы упираемся с вами уже в пешеходную тропу, по которой можно подняться. Так вот, существует такое поверие, что поднимаясь на ютаг, надо взять камень, соизмериваясь со своими желаниями, и обязательно подняться вместе с ним до самого верха. А уже наверху есть огромный камень, камень желаний, скидыв с него свой камень, который вы взяли соизмериваясь с вашими желаниями, надо подключать это желание, и обязательно желания сбывают. Ну, на самом деле, у нас очень много мистичестра, места и всякие туннели, которые приводят к исполнению желаний. Главное, мы это по настоящей мере. Женщик. Как мы заметили, Крым – это сейсмическая зона, у нас частые оползли, землетрясения, и чтобы как-то удержать труд, строят опорные стены. Вы сейчас видите, слева и с правой стороны опорные стены построены из бута. Это путь добывается в ясный камень, который добывается у нас в Шаркинском, в Гарегине. И этот камень, вы сейчас можете увидеть, он находится прямо перед вами. Смотрим в лобовые или левее стекла, и на гору, и видим, откуда уже добывается этот камень. Ну, а с правой стороны уже красуется и любуется поселочек Портен. Портен – Долина Дев. Так переводится это поселок. На Аминаге, а раньше, когда Павле поклонялись, богине Дев, они позвали в честь Дьоги этот поселок. Поселочек, довольно молодой курортный поселочек, около 30-40 лет, но как он стал уже официально курортным, и курортным его сделали два санатория. Это санаторий Крым и санаторий Крунзе. Раньше было только два. Сейчас уже, конечно, есть санаторий Айвазовского, да, когда мы с вами едем. Да, вот вы, наверное, с вами. Да, да, да. Но раньше были санаторий Крым и Крунзе. Так вот, в Крыму отдыхали только военные. В санатории был Министерство обороны. По истечении времени местные власти решаются на такой шанс, чтобы санаторий Крунзе и Крым объединили. И сделать это в общем санаторием. Удачно у них это получается. Они снимают крифт секретности, и в санатории дают одно название – санаторий Крым. И теперь там могут отвлекать все желающие, которые хотят посетить поселочек в Арктинике. И вот еще такой интересный факт, что, соответственно, у одного и второго санатория были бассейны. После присоединения у них стало два бассейна. Ну, они решили, что два бассейна не надо. И из одного бассейна сделали дельфинарии. При Украине дельфинарии работал. Потом уже, когда вы присоединились к России, сделали лечебный этот дельфинарии. То есть там перестали делать представления, но все желающие могли поплавать с дельфинами. Есть такая дельфинотерапия. Раньше проводилась. Но в этом году мы не знаем, будет она работать, не будет. Так вот, скорее всего, вы, наверное, будете ездить в санаторий Крым в эти бассейны. Дай бог. Да, точно так же, как мы с вами сейчас видели. Это же такое. Смотрите, я вас буду высаживать на верхний проходной. Я общую информацию вам даю, чтобы все равно вы ее знали.